Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить картофельники. Для начала это приготовим начинку. Отвариваете курицу, у меня это куриные бедра, и обжариваете крупно лук. Потом это все пропускаете через мясорубку, соль, перец, перемешали. Мясо подходит любое, говядина, свинина, курица, что есть. Отдельно отвариваете картофель, сливаете с него воду, почти всю, буквально вот на донышке, совсем чуть-чуть можно оставить. Хорошо эту картошку нужно помять. Добавляете соль, перец. Опять ее хорошо очень так мнете. И затем оставляете остывать. Но не нужно, чтобы она полностью остыла, потому что она задубеет, и потом уже будет труднее с ней работать. Значит, когда она уже такая тепленькая, почти остывшая совсем, туда можно добавить муку. У меня ушло 3 столовые ложки муки. Все ингредиенты, их количество, я запишу в описании. Хорошо так нужно все это перемешать. Я сначала ложкой, потом отделаю перчатку. И хорошо перчаткой все это перемешала. Пока у меня оставала картошка, я успела приготовить грибную подливу. Это обжаривается лук, туда же мелко нарезанные грибы. Я их очень быстро обжариваю, довольно на большом огне. Сразу добавляю сливки. Меня так научил повар не выжаривать, не выпаривать, потому что из полки его грибов остается 100 грамм. Все, из сливки все перемешали, готово. Закипело, посолили, поперчили, выключаем. Так, дальше берем... Вообще-то это хорошо делать, конечно, в перчатках, но они у меня закончились, уже простите, как есть. Берете большую столовую ложку с горкой картофеля, в серединку кладете фарш и формируете сам картофель. Смотрите, как вам угодно. Это может быть и круглый, и продолговатый. Какой у вас получится. Я люблю круглые, небольшие такие, можно побольше делать. Все так хорошо его сформировали, и нужно будет обвалять в муке. Я готовлю досточку, или можно просто на стол выкладывать. Немножко нужно посыпать мукой и выкладывать туда готовые картофельники. Продолжение следует... Потом разогреваете масло в сковороде. И обжариваете ваши картофельники с двух сторон. Все, выкладываете на бумажное полотенце, потом можно переложить на тарелочку. Друзья, очень вкусно, нежные, потрясающие картофельники получились. Если вы любите с грибной подливой, делайте подливу. Если нет, то и просто со сметаной, поверьте, это тоже очень вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!